Финансовые пирамиды. Да, мы сейчас видим тенденцию, что они заполнили наш казахстанский рынок. Вообще, финансовые пирамиды, они появляются в тех странах, где есть пробелы в законодательстве, регулирующие финансы. Поэтому, наверное, уже каждый из вас сделал соответствующие выводы. Ребята, давайте теперь работать с этой проблемой. Вот все наверняка уже наизусть знают все признаки финансовой пирамиды. Да и в интернете на эту тему полной информации. Предлагается каждый из этих признаков разобрать в каждом нашем выпуске. Итак, признак первый. Коператив живет за счет новых пайщиков. Если это инвестиционная организация, то она существует благодаря новым вкладчикам. То есть, все расходные финансовые операции, они благодаря и только этим первоначальным взносам. Как только в кооператив или в организацию перестанут приходить новые люди, кооператив просто-напросто схлопнется. Ситуация со строительным кооперативом немножко иная. Вот у меня есть конкретный пример. Мое жилье КИЗ. Это кооператив, который создавался для того, чтобы люди смогли приобрести доступное жилье. Но это было все якобы. На данный момент возбуждено уголовное дело по 217. Дело расследуется у нас в Тимиртау. Там задумка была в следующем, что пайщики вкладывают первоначальный взнос в кооператив, а кооператив в последующем покупает квартиру. И остаток от этой покупки пайщик возмещает кооперативу по графику, как ипотека. Итак, пример с деньгами. По-моему, так лучше усваивается материал. Например, я принес в кооператив 3 миллиона тенге в качестве первоначального взноса. Когда подошла очередь, кооператив мне звонит и говорит, что все, мы готовы вам купить квартиру за 10 миллионов тенге. На условиях, что разницу в 7 миллионов я оплачу согласно графика платежей. На первый взгляд, такая ситуация похожа на модель по приобретению жилья путем вложения совместных усилий. Но, на мой взгляд, такой механизм заведомо обречен на неудачу. Итак, объясняю почему. Первое. Кооператив необходимо содержать. И причем делать нужно это всегда. То есть, это расходы на штат, это заработная плата, это аренда офиса, это всевозможные затраты по налогам, это нотариальные услуги. В общем, куча, куча, куча затрат, чтобы содержать целую организацию. И причем не в одном городе, а по всей стране. Второе. Ну вот до какого времени в этот кооператив будут приходить новые пайщики? Пока будет работать агрессивная реклама. Пока будут проводиться дорогостоящие какие-то рекламные акции. То есть, это ролики, это найм вайнеров, блогеров. Это куча всяких инструментов, чтобы завлечь туда новых и новых клиентов. Причем стоит обратить внимание, друзья, что все эти затраты, они являются невозвратными. То есть, расходование денег по этим направлениям будут всегда. И никто их вам точно не возместит. Ну и третье. Ну всегда найдутся клиенты, либо пайщики неплатежеспособные, которые выйдут с графика и перестанут платить согласно договоренности. Вернуть квартиру, забрать у них, ну быстро точно не получится. Это суды, это 2-3, а может быть и целый год придется судиться. А это все время. Ну и четвертое, друзья, это жестокая математика. То есть, нужно понять окупаемость данного проекта. А это расчеты. Расчеты, сколько пайщиков к ним придут, сколько они заплатят денег, на какую сумму они приобретут эти квартиры, сколько потребуется им времени, чтобы приобрести еще одни квартиры для других пайщиков, как будет вообще работать эта очередь. Это жестокая математика. Здесь глубочайшие расчеты необходимые. И не без специалистов в этой области, такие как аналитики и финансовые. А если это инвестиционная организация, то которые торгуют ценными бумагами и акциями, ну вообще я сомневаюсь, что вообще они торгуют. Но вот в нашей стране я точно этому не верю. Тем более, это такие вклады, которые очень сильно зависят от рынка и вообще они нестабильны, подвержены большому риску, так как стоимость этих ценных бумаг и этих акций очень сильно колеблется из стороны в сторону. Ну в общем, друзья, это вот 4 основные обстоятельства, которые не позволяют кооперативу встать на ноги. Если кооператив столкнется хотя бы одним из них, то он на 100% точно там же и заглохнет. Поэтому, друзья, обращайте внимание на состоятельность их бизнеса. Мы на данный момент разобрали только первый признак. Впереди еще 15, поэтому не прощаемся.